Что будет в новом выпуске нашего сериала? Разведутся ли Эсра и Азан? Увидит ли Эсра истинное лицо Эфи? Назовет ли Атлас Азан отцом? Все и многое другое в нашем видео прямо сейчас. Прежде чем мы перейдем к нашему видео, если вы хотите, чтобы Эсра и Азан развелись, пусть они будут счастливы, не забудьте поставить лайк нашему видео. В то время как отношения между Азаном и Эсрой были в самый раз, Азан снова все испортил из-за недопонимания. Эсра теперь очень полон решимости покинуть Азан. Ничто из того, что делает Азан, не может изменить решение Эсры. Хотя Азан всеми способами пытается искупить свою вину, Эсра на этот раз решительно продолжает свой путь. Настолько, что он сделал свой первый шаг, чтобы держаться подальше от Азана, сначала сменив дом. К сожалению, настойчивость Азана не сработала. На самом деле Азан пытается показать, что готов измениться ради Эсры. Однако Эсре все равно, потому что она не верит в это изменение. Конечно, усилия Азана очень радуют Эсру. На самом деле, он, кажется, немного смягчился. Пока так и Азан не ударил Эфи головой. Не нужно злиться на слова Эфи. Кто бы это ни был, он даст реакции Азана. Даже реакция Азана была слабой. В обычных обстоятельствах после этих слов Эфи должна была получить чистую пощечину. Как всегда, им пришлось уйти, не выслушав друг друга. Затем, когда Эсра спросила, что случилось с Эфи, ответ, который она получила, он просто вышел подышать воздухом, а Азан напал на меня, был доказательством того, какой подлой был Эфи. Вот почему Эсра постучала в дверь Эзана на следующее утро с протоколом о разводе, независимо от того, что произошло. Решения, которые они до сих пор принимали, не слушая друг друга, фактически всегда были наказанием для них самих. Теперь они совершают ту же ошибку. Конечно, Азан будет против этого решения о разводе. Потому что, несмотря ни на что, она не собирается отказываться от Эсры. После того, как Эсра узнает, что произошло, она простит Азана и выразит гнев на слова Эфи. Поэтому его оправданием будет Атлас, и он вернется в Азан. Продолжение совместной жизни поможет им стать лучше. В этом процессе сближения между ними будет еще больше, поскольку Атлас все время будет рядом с ним. Он уже очень любит Атлас Азана. Отношения между ними будут расти, поскольку они проводят много времени вместе. Таким образом, Азан услышит слово, которое он упускает и ожидает от Атласа. Это будет одной из главных причин привязанности Эсры к Азану. Теперь давайте посмотрим, что произошло в этом эпизоде. Однако Эсра очень грустит и немедленно уходит. Хотя Азан идет за ней и извиняется, Эсра очень расстроена. В этот момент он снимает кольцо с пальца и вкладывает его в руку Азана. А потом он поздравляет Азана с днем рождения и уходит из кафе. Азан остается позади него. И Крем очень зол на Азана. Он показывает свой гнев Азану, покидая тележку. Несмотря на то, что люди вокруг него пытаются успокоиться, Икрем злится и уходит из Азана. После этого Азан приходит домой и хочет поговорить с Эсрой. Однако Эсрой нет дома. Он собрал все свои вещи и отправился в дом своей матери. Он рассказывает своим матери и отцу о событиях брака между ним и Азаном и событиях, которые произошли с ним сегодня вечером. Минкш и Юлчин заявляют, что они будут с Эсрой в любом решении, которое она примет. Когда Элиф рассказывает Зюмрут Ханым о случившемся, даже Зюмрут Ханым становится грустно. Азан, с другой стороны, хочет поговорить с Эсрой, чтобы она простила его, но Эсра не подходит к нему по телефону или когда он приходит домой. Однако Эсан полон решимости загладить свою вину. Вот почему он ждет Эсру до полуночи. Когда Эсра видит Азана таким, она не может этого вынести, идет в дом и разговаривает с Азаном. Хотя Эсан рассказывает о событиях и просит Эсру простить его, Эсру очень не обижена. Эсра говорит, что больше не может быть вместе, особенно говоря, что она устала, потому что каждый раз так себя ведет. Однако Эсан говорит, что моя сторона – это твоя сторона, и говорит Эсре, что любит ее. Эсру, с другой стороны, очень решительно и не принимает ничего, что говорит Эсан. На следующий день в компанию приходит Эсан и говорит Мусе, что он специально переоденется, чтобы завоевать Эсру. Однако Эсра мало верит. Он говорит, что ему нужно перестать злиться, особенно для того, чтобы он изменился. Эсан говорит, что сделает все, чтобы Эсра простил себя. Эсру, с другой стороны, говорит, что никогда не простит Азана, разговаривает с Зейна. После этого он говорит, что встретится с адвокатом и оставит Азана. Азан, с другой стороны, начинает с того, что посылает цветы, чтобы искупить свою вину. Однако Эсра уже начала искать дом. Эфи же хочет помочь Эсре, сказав, что у нее есть дом в ее собственной квартире. Во время встречи в компании Эсан сначала извиняется перед Эсрой, а затем перед Эфи, чтобы показать Эсре, что он изменился. После встречи Эфи просит Азана проконсультироваться с ним, прежде чем принимать решение. Хотя Азан очень зол, он пытается успокоиться, чтобы показать Эсре, что он изменился. Затем он говорит Эфи, что он прав, и выходит из комнаты. Эсра идет к Азану сразу после нее. Азан говорит, что покажет, что он изменился, чтобы искупить свою вину. Однако, когда он разговаривает с Мусой и получает новости от Эсры, он очень злится. Особенно тот факт, что Эсра собирается купить дом в одной квартире с Эфи, очень злит Азана. Он сразу же идет к Эсре и спрашивает, почему он не это делает. Однако Эсра очень решительно и говорит, что будет стоять на своих ногах, несмотря ни на что. Тем временем Азан очень злится, когда Эфи перебивает его и говорит. Однако он не контролирует свои нервы и ничего не говорит Эфи. Хотя Зейна говорит, что начало меняться ради Азана, Эсра не верит, что Азан изменится. Также в округе проходят президентские выборы. А новым соперниками Неникши Зюмрута стал Нектан Заем. Когда Зюмрут Ханэм слышит это, она сразу же идет к Назэму. Однако, чтобы он не делал, он ничего не может сказать против того, что сказал Назэм. Ему также, кажется, немного нравится Назэм. И когда военный друг Назэма Елчина уходит, Назэм и Зюмрут находят возможность стать немного ближе друг к другу. То, что сказал Назэм, очень близко мысли Зюмрут. Эсра же обосновалась в своем новом доме. Однако Атлас продолжает спрашивать об Азане. Эсра говорит, что Азан больше с ними не останется. Атлас становится сварливым, а затем просит книгу, которую он слушает каждый день. Книга осталась в доме Азана. Эсра должна позвонить Азану и попросить книгу. Азан с большим волнением берет книгу, читает ее Атласу и усыпляет Атласа. После этого он снова просит Эсру вернуться домой. Однако Эсра неоднократно говорит, что она очень решительна. Азан благодарит за подарок, уходя из дома. На следующее утро в школе Атласа будут проводиться игры для всей семьи. Эсра, которая очень зла на семью, которая уже два года является чемпионом, амбициозна. Азану нравится амбициозность Асры. Соревнования сначала начинаются с гонки в мешках. Однако, когда другая семья толкает Эсру во время гонки, Эсра и Азан падают. Азану очень нравится, когда Асра падает на Азана. Однако Эсра была очень зла, и ей не нравилось спокойное поведение Азана. После этого они сосредотачиваются на том, чтобы подтолкнуть Азана и выиграть гонку. Второй забег – эстафета. Азан и Эсра выигрывают гонку. Однако последняя гонка – насколько хорошо мы знаем свою семью? И по итогам будет определен победитель дня. И они знают все задаваемые вопросы. Они оба показывают, насколько хорошо знают друг друга, и получают трофей. Амбиции Эсры все еще продолжаются в машине по дороге домой. Когда Азан снова попытает счастье, когда они вернутся домой, Эсра не пойдет на компромисс. Вечером мальчики на девичнике, а девочки вместе с Эсрой занимаются уходом за кожей. Когда Азана звонит и хочет спросить, что они делают, Эсра и Элиф тут же злятся и берут телефон из рук Зейна. Мужчины собрались у дома Азана. Однако вечеринки почти нет. Перед лицом отношения Экрема и Азана Муса впадают в глубокую депрессию. Увидев Азана Мусу в таком виде, они тут же выходят и веселятся. Утром Азан и Экрем дома. Но Моисея нет рядом. Ни Азан, ни Зейна не могут связаться с Мусой по телефону. Когда Эсра звонит Азану и спрашивает о Мусе, Азан говорит, что Муса спит. Однако Эсра понимает, что Азан лжет. Азан также говорит, что Мусы нет рядом и что они не могут связаться с Мусой. Эсра немедленно готовится отправиться в Азан. В то время Зейна беспокоится, когда видит суетливое состояние Эсры. Однако Эсра успокаивает Зейна, говоря, что проблем нет. Затем Эсра сразу же идет в дом Азана и спрашивает, что Экрем и Азан делали прошлой ночью. Однако они почти не помнят, что делали ночью. Когда Эсра спрашивает, то, что они делают, раскрывается. Их первой остановкой был ночной клуб, а потом они пошли в тату-салон. И у Азана, и у Экрема были татуировки. Потом они пошли в суповую лавку. Есть человек, который раньше хотел Зейна. Увидев это, Моисей тут же встал и начал говорить с этим человеком. Однако они уходят без боя. Когда Азан уронил кольцо на пляж, они сначала искали и нашли кольцо. Затем они пытаются выяснить, куда делся Моисей. Когда Муса ночью протекал в лодке, он уплыл на лодке в Черное море. Зейна же завершила все приготовления и ждет Мусу. Азан и Эсра немедленно отправились за Мусой. Однако по дороге Эсра и Азан только и делают, что спорят. Муса, с другой стороны, очень беспокоится о том, что не сможет присутствовать на свадьбе. Однако на свадьбу они попадают как раз вовремя, и Муса и Зейна женятся. На свадьбе все начинают играть. Тем временем Эфи приглашает Эсру поиграть. Когда Азан видит эту ситуацию, он не выдерживает и уходит. Эфи видит Азана и уходит. Однако Эфи рассказывает Азану об Эсре, чтобы рассердить Азана. Особенно, когда он говорит, что ему очень нравится Эсра, Азан очень злится и бросает голову на Эфи. В это время Эсра видит, что происходит, и очень злится на Азана. Хотя Азан хочет рассказать, что произошло, Эсра не слушает и хочет, чтобы Азан ушел. Когда он спрашивает Эфи, что происходит, Эфи лжет, потому что я только что вышел подышать воздухом, а Азан напал на меня. На следующее утро Эсра приходит к Азану с протоколом о разводе в руке. Азан потрясен и очень расстроен, когда узнает о разводе с Эсрой. Мы подошли к концу нашего видео. Вы также можете поделиться нашим видео со своими друзьями, чтобы они могли следить за тем, что происходит в нашем сериале. Увидимся в следующем видео. Будьте осторожны. До свидания. Свидания.